всем привет сегодня рассмотрим схему из видео супер стабильный блок питания ссылка будет в описании и в подсказке в правом углу крана схема делится на три основных узла первый это стабилизатор питания на пираметрическом стабилизаторе он состоит из транзистора t1 резистора r1 и стаблетрона на 12 вольт вторая часть схемы это дифференциальный усилитель он состоит из токоограничивающего резистора r4 и транзисторов t2 и t4 для повышения динамических характеристик в дифференциальном усилителе используется токовое зеркало вместо резисторов что повышает стабильность транзистор t6 используется в качестве усилителя тока он работает напрямую с силовым каскадом третья часть схемы это силовой каскад он состоит из из составного транзистора t7 и транзистора t8 который выступает в качестве регулирующего стабилизатор напряжения с усилением потоку за регулировку и стабилизатор напряжения отвечает наш дифференциальный усилитель пределы регулировки и стабилизации напряжения устанавливается резисторным делителем r2 и r3 установка напряжение осуществляется переменным резистором r3 диапазон варьируется от 0 до 6 вольт максимальное выходное напряжение задается выходным делителем r7 и r8 этот делитель отвечает за коэффициент усиления упорного напряжения чтобы узнать этот коэффициент усиления можно воспользоваться формулой его определения это r7 плюс r8 и деленное на р8 этого у нас получается ку равно 4,3 можно посчитать максимальное выходное напряжение умножаем 4,3 на максимальная опорная 6 вольт и получаем 25,8 вольта для дальнейшего объяснения схемы будем называть наш дифференциальный усилитель стоковым зеркалом далее как далее как операционный усилитель каким он является но только на транзисторах в миниатюре прямой вход нашего операционного усилителя является база t2 а инверсный база t4 установка напряжения производится на прямом входе нашего операционного усилителя если напряжение на инверсном входе меньше чем напрямую то транзистор t4 открывается и подает ток на токовое зеркало и через транзистор t5 протекает ток установки токового зеркала если протекающий ток через корректор эмиттер транзистора t3 меньше чем на т5 то t3 открывается полностью и шунтирует базу транзистора t6 при этом через резистор r5 заряжается конденсатор и открывается транзистор t8 т7 приоткрывается и появляется напряжение на выходе диод d2 ограничивает напряжение открытия или насыщение транзистора путем смещения напряжения на эмиттере транзистора t8 и транзистор начинает закрываться до уровня решения выходного напряжения входное напряжение не может быть больше чем на базе t8 по мере заряда конденсатора с 4 выходного напряжения также плавно увеличивается его d3 отвечает за защиту от козы и перегрузки на транзисторе t7 как только напряжение на выходе будет меньше чем на базе т8 приказали перегрузки диод d3 открывается и шунтирует базу т8 на землю как только на выходе устранится коза или перегрузка мы отключим нагрузку схема восстановится до исходного состояния когда напряжение на выходе будет достигнуто установленного на инверсный вход через делитель r7 r8 поступает напряжение напряжение на инверсном входе увеличивается и когда она будет немного больше чем на прямом ходе транзистор t4 закрывается и на токовом зеркале начинает падать в блокирующий ток открытия транзистора t6 транзистор t6 открывается и уменьшает выходное напряжение до равновешения напряжения на прямом и инверсном входе также немаловажную роль играет резистор r6 вот его номинала зависит выходной ток протекающий через t7 и в зависимости от выходного напряжения максимальный ток тоже будет изменяться примеру при напряжении 12 вольт выходной ток будет составлять примерно два с половиной ампера а при 5 вольтах 1 ампера это считается так входное напряжение делится на сопротивление r6 и умножаем на 1000 это коэффициент усиления транзистора t7 при превышении тока нагрузки на коллекторе транзистора t7 будет снижаться напряжение при этом нашу попытается его поднять до установленного уровня то на конденсаторе c4 напряжение будет повышаться и как только разница напряжений на конденсаторе и выходе будет составлять больше чем напряжение перехода d3 транзистор t8 мгновенно закроется и минимальное напряжение на выходе приблизительно 0,8 или 1 вольт и посмотрим на нашу украску так что кому понравилось данное объяснение в таком стиле то обязательно ставим палец вверх пишем свои комментарии или предложения ну так же помогаем развиваться каналу делимся видео ставим лайки обязательно подписываемся и всем пока